Систему охлаждения светодиодных светильников, не имеющую аналогов в мире, создали в Новосибирске. Конструкторское бюро подало заявление на патент. Благодаря разработке можно создать светильник любой мощности, работать он будет очень долго. Сейчас в конструкторском бюро создают сразу несколько проектов по разным направлениям. О самых интересных расскажет Елена Богатырева. Специалисты конструкторского бюро в Новосибирске создали уникальную охлаждающую жидкость. Она позволяет светодиодам работать фактически бесконечно. Состав жидкости должен соответствовать сразу нескольким параметрам. И прозрачность, и цена низкая, и чтобы не портились сами элементы, которые светодиодные и медные, которые в нее погружаются. Взрывобезопасность и много-много других, которые друг друга иногда сильно противоречат, исключают. Поликарбонатная колба светильника выдерживает высокие нагрузки. В такой упаковке светодиоды с жидкостным охлаждением работают при температурах от минус 60 до плюс 120 градусов. Они незаменимы в труднодоступных местах, бассейнах, высотках, в системе городского освещения. Если это очень быстро, допустим, китайский вариант сгорит, то вы потратите больше на вышку и монтаж-демонтаж этой продукции. А наша продукция до 10 лет спокойно, как уже испытания показали, живет, действует и не знает никаких препятствий. Сейчас в бюро ожидают патент на светильники. Параллельно ведут и другие разработки. Одна из них – уникальные датчики. Они уже удешевили оборудование для подсветки и для детских сенсорных комнат. Датчики применяют и в социальной сфере. Они облегчают уход за пожилыми людьми и могут, например, сообщить родственникам о состоянии здоровья, приеме лекарств или падении. Разработки инноваторов оценили специалисты из новосибирских вузов. Можно будет всевозможную конструкцию сделать данных светильников. Кроме этого, в социальной сфере можно проработать ряд вопросов. Поэтому, да, данная компания, я считаю, представляет интерес. В прошлом году конструкторское бюро стало резидентом Академпарка. У проекта, не имеющего аналогов России за ее пределами, есть серьезные шансы выйти на мировой рынок. Елена Богатырева, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Субтитры создавал DimaTorzok